Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! Меня спрашивали в комментариях, видно ли мой балкон с улицы или только для меня цветут эти цветы. Да, видно с проезжей части очень хорошо. Правда, елочка немножко мешает, но она тоже красивая. В этом году я кашу газон сама, поэтому вот так отсекла эти камни бархатцами, чтобы мне полегче было это делать. Газонокосилка у меня новая, на аккумуляторных батарейках, легкая. Приятно, приятно работать. Предупреждение прислали на телефон, что на наш район надвигается гроза. Ветер, просьба отключить все электроприборы. Но это я сделаю. И думаю, надо снять на видео свой балкон. Неизвестно, что будет с цветами. Но надеюсь, что все будет отлично. Два дня назад поливала с удобрением, где калий преобладает. Ну и все микроэлементы. И они сразу так воспряли. Хотя стоит жарко, ветер, не очень-то им нравится. Но растут. А это я уже на балконе. Видите? Здесь я уже немножко подрезала их. Иначе невозможно поливать. Опустили плети такие. Нужно было поднимать этот весь хвост. Это неудобно. Ну и думаю, что легче будет им расти. Проветривание какое-то. И снова заросли они. Особенно вот здесь. Подрежу еще раз. Вот так, я думаю, должны быть они. Вот как эти беленькие. Яркие, красивые. И вы еще просили снять пеларгонию. Вот так она у меня растет на перилах, на крыльце. И с дороги смотрится очень красиво, эффектно. Цветок такой яркий цвет, насыщенный. Но при ближайшем рассмотрении видно, что лепесточки опадают, осыпаются. И видно вот эти ветки просто. И поэтому ведь не очень, я бы сказала. В этом году, конечно, пусть это все растет, все хорошо. Но на следующий год я постараюсь что-то здесь другое посадить. Растет в ящиках тоже, ну, тут примерно так на литров на восемь грунт. И там два растения в одном ящике. Сейчас уже вечер. Урагана вроде бы не случилось. А я решила добавить немножко прополив. Поливаю водопроводной водой. Шлангом. Потому что, ну, все-таки объем здесь большой. Два раза, например, без водопровода. И третий раз тогда с удобрением развожу. У меня кубик. Я развожу там примерно 300 литров воды. И, ну, пол-литра, полкилограмма удобрения. Обычно это кальцинид. И через некоторое время сульфат калия. Кальцинид это там, значит, кальций и азот. И сульфат калия это калий. Не калевая селитра. Есть калевая селитра, есть сульфат калия. Вот такие обычно, ну, обычно, таких два распространенных калевых удобрения. Так у меня сульфат. Ну, вот вроде бы всего им хватает. Иногда, уже под осень, когда зеленой массы уже мало, я проливаю с азотом. Но в этом году еще не делала с азотом. Просто селитры не делала. Когда вот поливаю с удобрением, обязательно подкисляю водичку. Потому что водопроводная вода у нас все-таки немножко такая жесткая. На питоне очень благодарное растение, особенно питония виска. Если вам понравилась петона виска, и вы хотите вырастить, но не хотите слишком-то тратиться, потому что грунт довольно дорогой. Вот именно для этих цветов можно сделать почти бесплатный вариант. Вот этот цветок у меня рос в 6-литровом горшке. Был предназначен для продажи, но упал. И обломилась такая большая ветка. Он стал таки однобойким. Постоял он у меня в этом горшке. И я решила, что высажу его в ящик. Грунт покупать не хочется, конечно. У меня на огороде всегда есть такой мешок, в котором я складываю самую бросовую, самую сорную траву. Которую дает много семян. И потом, когда из компоста, компост вносишь уже в грядки, и эти семена прорастают. Я кладу в этот мешок. Потом яблоки кое-какие складываю туда тоже, падалицу. Потому что яблоки тоже не вношу в компост. Они закисляют почву. Ну, а в этом мешке это все у меня стояло, перегнило. Там уже склошная земля была. Я еще задумывалась, куда мне высыпать эту землю, чтобы она опять не росла, мокриться эта. И решила, что кислая земля будет хорошо для питуней. В мешке. Ну, в другой мешок, конечно, я пересыпала, чтобы немножко разрыхлить эту почву. Все это посмотрела. Все хорошо. Даже кое-какие там ветки были. Все оставила, потому что, ну, земля немножко становится более воздухопроницаемой. Все. И высадил этот цветочек. И он стал хорошо расти. Посмотрите, какой он богат и хороший. Минимум ухода. Когда поливаешь никакой грязи, потому что это все в мешке, но в мешке сделала отверстие. Сделала. Не на самом дне, а так чуть-чуть повыше, чтобы лишняя вода уходила. Все-таки, знаете, бывает, что и неудачно польешь много из шланга, если я поливаю. Ну, короче, дренаж там есть. Вот так и растет. Радует меня. Красиво. А вот этот цветок сейчас вам покажу. Прошу прощения у всех любителей. Алисума. Снова принцесс. У меня вот такой. Поливала. Он так красиво рос. Хорошо. Потом смотрю, он стал... Я подумала, что он у меня завял. Но его стали есть бложки, мошки. Я читала, я знала, что его едят, любят этот цветок, всякие вредители. Так же, как рукола. Рукола у меня тоже съели. Вот остатки. Но я обработала молодую рассаду. А про цветок даже не подумала. И вот, смотрите, какой у меня красавец. Наверное, я обрежу все, что тут есть такое высокое. Полью удобрением. Конечно, потравлю этих мошек. Они здесь очень хорошо ползают. И посмотрим, что с ним будет. И немножко про астрочки. Они еще только-только набирают цвет. Тоже я перестала за ними ухаживать, честно говоря. Потому что много работы. А они как-то склонны к заболеваниям. Посмотрим. Некоторые астры очень хороши. А некоторые все-таки болеют. Может быть, это зависит от расцветки. Или еще что. Я не удаляю никакие. Пусть все растут. И мы все проверим. Просмотрим. И, возможно, какой-то вариант у найдется. Потому что я очень хочу вот эти мелкоцветковые астры все-таки вырастить. И на этом будем с вами прощаться. До свидания. Продолжение следует.